Медицинская помощь Елена Николаевна из малых везем пришла к доктору на повторный прием. Сейчас на больничном. Она воспитатель в детском доме. Работа ответственная, поэтому здоровье должно быть крепким. К поликлиническому отделению Одинцовской областной больницы в селе Перхушково женщина прикреплена уже лет 7. Признается, что довольна многими врачами-специалистами, но больше всего отмечает профессионализм и внимательность Алексея Викторовича. Как врач замечательный, оцепчивый, чуткий, внимательный. Всегда выслушает, поможет, назначит лечение. Алексей Назимов работает в Перхушковской поликлинике с середины сентября 2020 года. Он приехал из Ярославля, в окрестностях которого прожил всю жизнь. Там получил образование, окончил Ярославский государственный мединститут. Последние три года до переезда работал в центральной районной больнице. А потом решил круто изменить свою жизнь и переехал в Подмосковье. У нас родился поздний третий ребенок. Поздний очень жена родила в 45 лет. И рождение таких поздних детей, вернее, изменяет какие-то жизненные стереотипы. И поэтому у нас появились новые силы, новые какие-то желания. Вот у нас трое детей. И поэтому мы решили попробовать пожить в другом месте, посмотреть, как это. И вот полностью поменяли свой жизненный настрой. Принять решение о переезде помогла и программа «Земский доктор». Выделенные деньги пока не потратили. Но основная задача – приобретение жилья. Сейчас Назимова его снимают. В медицине Алексей Викторович больше 25 лет. В поликлинике он ведет прием, затем выезжает на вызовы, оказывает неотложную помощь. И работа участковым терапевтом ему нравится. Я с удовольствием работаю на этой рядовой должности. У меня получается. Я так понимаю, моя работа дает определенные результаты, потому что люди достаточно часто говорят спасибо, доктор. Люди рождаются такими, с таким настроем, что они выбирают ту или иную профессию. Вот я никогда бы не стал педагогом. Вот это не мое. А вот врачевание – это мое. Желание, тяга. И когда это получается, ты понимаешь, что ты выбрал правильную профессию.